В эфире телеканал Видное ТВ. Новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Открытая власть. Заместители главы администрации муниципалитета проводят тематические приемы. Посмотрим по финансированию на этот год. Если там у них есть возможность, соответственно, рассмотрим просто по моему таких поражению. Хорошо? Кто и зачем пилит липы на улице Школьной в Видном? Эти деревья старовозрастные, они требуют омоложущей обрезки. Завершился первый международный турнир по хоккею «Дружба». В здании администрации регулярно проводятся приемы граждан руководством округа. На встречу с главой или его заместителями нужно заранее записаться, и в назначенный час можно будет задать вопрос по интересующей проблеме. На тематическом приеме по вопросам благоустройства побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Состоялся прием граждан заместителем главы администрации муниципалитета Сергеем Гавриловым. Основной темой обращения стали вопросы благоустройства. Весна – традиционное время, когда власти начинают проводить плановые работы по обновлению территорий после зимнего периода. В плане 15 дворовых территорий, все они находятся в городе Видное. Помимо этого, будет комплексно благоустроен у нас сквер Сосинки. Такое место притяжения для определенной части наших жителей. Вот, пользуется большим спросом, популярностью. Соответственно, помимо этого, есть план по ремонту дорог, муниципальной дорожной сети за счет средств местного бюджета и за счет средств финансирования с правительством Московской области. Что касается тех вопросов, с которыми граждане записались на прием, все они носили личный характер. Некоторые проблемы, на первый взгляд, кажутся незначительными, но для жителей они важны. Видновчанка Ирина Николаева проживает в доме номер 28 по улице Советская. По ее словам, жильцы первого этажа после проведенного в 2018 году благоустройства столкнулись с неожиданной проблемой. У нас в связи с благоустройством сняли ограждение для палисадников. И я просила Сергея Анатольевича, чтобы как-то посодействовало, чтобы их поставили или новые, или хотя бы старые вернули. Потому что для жителей первых этажей, еще раз повторяю, это очень печально, потому что и дети бегают, и там сейчас будет теплое время, там и насаждения будут, и соседи, не стесняясь, выгуливают своих питомцев. Прием жителей осуществлялся совместно с начальником управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Анной Карповой, благодаря чему многие вопросы можно было решить сообща. Я своему коллеге Александру Евгеньевичу Ускову напишу в карточке вашего приема рассмотреть вопрос установки ограждений, и они посмотрят по финансированию на этот год, если там у них есть возможность, соответственно, рассмотрят вопрос, что мы их такие поражаем. Хорошо? Кроме вопросов комплексного благоустройства, вместе с заявителями обсудили ямочный ремонт дорог в разных частях муниципалитета. Все обращения граждан сотрудники администрации взяли на личный контроль. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудники дорсервиса производят опиловку деревьев, чтобы оздоровить зеленые насаждения в городе Видное. На школьной сейчас можно встретить рабочих и технику. Липы будут подрезаны на всем протяжении улицы. Почему деревьям так необходимо, эта процедура расскажет наш корреспондент Юлия Погосян. Пару недель назад в социальных сетях разгорелись споры за и против опиловки деревьев. Многие люди считают эту процедуру произволом, но специалисты утверждают, делается это во благо жителей Ленинского городского округа и экологической обстановки на территории муниципалитета. Честно говоря, не знаю, есть ли разрешение, если нет. Если нет разрешения, этого не должно было быть. Но разрешение есть, и экология утвердила тогда что? Ну не знаю, если экология утвердила, ну чего тогда делать. Как говорил великий режиссер Константин Станиславский, не верю. Вот и жители города Видное не верят, что опиловка законна и отказываются адекватно воспринимать информацию о необходимости процедуры. А сотрудники экологического отдела администрации Ленинского района уверены, деревья нуждаются в омолаживающей обрезке. Жители улицы Школьной, где обильная растительность, сами неоднократно просили власти спилить кроны. Эти деревья старовозрастные, они требуют омолаживающей обрезки. Причем хочу отметить, что липа – это та порода, которая подвергается такому виду обрезки. Та обрезка, которую сейчас представлено на улице Школьной, называется, другими словами, посадка на пень. Такая обрезка проводится в несколько этапов, в два-три этапа. Дерево укорачивается до основного ствола, до скелетных стволов, так скажем. Необходимо при этом обрабатывать обязательно спилы деревьев. Липа, которая растет вдоль всей Школьной, обладает высокой побегопроизводительностью. Она легко переживает обрезку, и уже через пару лет деревья обретают аккуратный вид с красивой округлой кроной. Удачный пример опиловки деревьев – Школьная 44. Здесь эту процедуру провели три года назад. Работы по опиловке деревьев в Видном производят сотрудники Дорсервиса. Работают по постановлению администрации округа. Сейчас от площади до пересечения с улицы Советской опиловка почти завершена. Следующий этап – кронирование деревьев на оставшемся участке школьной. Опиловка, помимо что планово проходит, еще обращаются жители. Вот здесь, как вы видите, можно посмотреть. Дома в тени, кто-то идет, кому-то не нравится, понятно, а жители живут и плесень в квартирах, потому что годами не опиливалось, можно сказать, с советских времен уже. Поэтому немножко запущений есть. Сейчас вроде бы и администрации, и подразделения взялись за это. Будем приводить в порядок территории. Опиловка деревьев предстоит и на других центральных улицах Видного. Все работы планируется завершить до 9 мая, чтобы к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Город выглядел аккуратным и радовал жителей. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно.ТВ. Коренная видновчанка Ирина Федосеева. В округе работает с самого начала профессионального пути. Последние годы она трудится в муниципальной организации «Дорсервис». Накануне Дня работника жилищно-коммунального хозяйства ее наградили благодарственным письмом от Московской областной думы. Что для Ирины значит эта награда и каковы ее планы на будущее, расскажет Юлия Погосян. Бухгалтер с 20-летним стажем Ирина Федосеева всегда была верна своей малой родине. Родилась и выросла видном. В Москве закончила колледж и институт, но вернулась в Ленинский район, чтобы здесь жить, создавать семью и работать. Причем только в муниципальных организациях. В «Дорсервисе» Ирина трудится почти с основания, с 2016 года. «Бухгалтерия, она же учитывает все, и потребность, и расходование, и ищет совокупность всех вот этих факторов, чтобы было стабильно. Я не хочу останавливаться на достигнутом, хочу развиваться. Ну, такой вообще человек по натуре целеустремленный». В «Дорсервисе» Ирина Федосеева отвечает за основные денежные средства и материальные запасы предприятия. У начальства находится на хорошем счету. Мечтает стать главным бухгалтером. Ее коллеги считают желание вполне обоснованным. «У нее очень большой стаж бухгалтером, поэтому к ней никаких претензий, только с положительной стороны, и, конечно, роста ей профессионального. Я думаю, что в дальнейшем она, конечно, достигнет своей цели, да, и я ей этого желаю искренне». Несмотря на аналитический склад ума и работу с цифрами, Ирина – человек творческий. Любит рисовать и вышивать. Путешествует и в поездках, фотографирует пейзажи. Много времени проводит с семьей. А на 15 лет счастлива в браке, имея двух детей. «Все очень дружные, сплоченные. Любим создавать семейные традиции и приобщаем всех родственников к ним. Колоссальная поддержка со стороны родителей, со стороны мужа. Все мои начинания и карьерные мои перестановки. Учитывается все и дается стремление в верном направлении». Добросовестный труд Ирины Федосеевой оценили и депутаты Московской областной думы. Накануне Дня работника жилищно-коммунального хозяйства, во время праздника, который в Ленинском городском округе проходил в Доме культуры, депутат Владимир Жук вручил нашей героине благодарственное письмо. По словам Ирины, награда дает ей стимул для новых профессиональных побед. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВИДНТВ. Проект «Стихи живут» продолжает покорять Подмосковье. На данный момент в Ленинском городском округе в нем приняли участие 9 организаций. Инициативу поддержали и некоторые другие муниципалитеты Московской области. Первым из них стал городской округ Химки. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Проект методиста и историко-культурного центра Натальи Замариной «Стихи живут» существует уже с 2016 года. Начинался он как поэтические чтения в стенах центра, а затем стал путешествовать по предприятиям и организациям муниципалитета. Меня пригласили в библиотеку прочитать стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Нужно было выучить одну строфу. Я подумала, что вот хорошая форма работы. Если люди не хотят или не могут приходить в историко-культурный центр читать стихи, то мы придем к ним. Проект поддержал телеканал «Видное ТВ». Первопроходцами стали сотрудники Московского коксогазового завода, которые не только проникновенно прочитали стихи Вадима Шефнера и Игоря Шоферана, но и поделились с телезрителями своими собственными сочинениями. Меня потрясли люди, как они отнеслись к этому заданию, к выбору стихотворения, как они читали упоенно совершенно стихи, как они потом, один из сотрудников рассказывал о том, что он тоже пишет стихи. Я поняла, что ничто прекрасное не чуждо нашим людям, чем бы они ни занимались. Затем к проекту присоединились спортивный клуб «Металлург», Видновский троллейбусный парк, детский сад «Солнышко», художественно-технический лицей, Совет ветеранов и Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования. Читали стихи и на телеканале «Видное ТВ». Стихотворные строки, ритмически организованный текст, не нуждается в актерстве в нашем. Хотя мы знаем, где нужно сделать паузу, где нужно покромче, где нужно потише, но оказывается, стихи не нуждаются даже в этом. Но они нуждаются в озвучивании. Сейчас проект «Стихи живут» уже вышел за пределы Ленинского городского округа. Десятым участником проекта стала детская театральная студия «Синий платочек» из города Химки. Ее воспитанники прочитали стихотворение Роберта Рождественского «Сорок трудный год». Двое здесь, в моем артиллерии, сомбудированный на бой, в сумасшедшем в бою подъеме, на себя принявший огонь. Но пришельцы в Годину весело, и другой, на профессиональном доме, капитан, на раннейшем вечером, три недели назад над Ростовом. Это нам дает бесценный материал, документальный материал, на который мы можем опираться и действительно почувствовать, конечно, не узнать, но почувствовать, что такое война из первых уст. В этом году основная тема проекта – произведение, посвященное Великой Отечественной войне и победе над фашистской Германией. И, как уверяет Наталья Замарина, мы услышим еще множество прекрасных стихотворений в исполнении самых разных жителей Подмосковья. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В Видном завершился первый международный турнир по хоккею «Дружба». Участниками этого спортивного праздника стали шесть команд из разных стран России, Казахстана, Белоруссии, Германии и Швейцарии. Нашу страну представляли две команды, в том числе и видновский «Металлург», который в финальном матче одержал сокрушительную победу над московской «Альфой» со счетом 8-3. Екатерина Коваленко поздравила победителей. Четыре насыщенных дня, девять игр, шесть команд и масса положительных эмоций. В Видном прошел первый международный турнир по хоккею «Дружба». Спортсмены приехали из нескольких стран. У них разный возраст и уровень подготовки, но всех объединяет одно – страстная любовь к хоккею. Турнир любительский, то есть у нас играют все любители, но очень сильные, очень сильные любители. Многие поиграли в очень серьезных лигах, в молодежных хоккейной лиге. Там есть ребята, которые играли в континентальной хоккейной лиге, в нашей, в европейских лигах и так далее. То есть хоккей такой разнообразный. Швейцария, Казахстан, Белоруссия, Германия и, конечно, Россия – такова география участников. Нашу страну представили сразу две команды – «Альфа» из Москвы и «Видновский металлург». По результатам всех матчей, турнира, именно они вышли вперед. Так что финал получился российский. Идеальная форма сейчас у команды, потому что сейчас начинается серия плей-офф. И этот кубок прям лишний раз доказывает, что команда сейчас в том состоянии, в котором она должна быть. Свидетелями идеальной формы наших хоккеистов стали все, кто пришел в Ледовый дворец Арктика. Ведь новчане быстро захватили лидерство. Уже к концу первой 20-ти минутки на табло горели цифры 4-0. И дальше преимущество только нарастало. В перерывах между периодами спортсмены признавались, что для победы важны и командный дух, и поддержка болельщиков, и особая дружелюбная атмосфера турнира. Все очень дружелюбно. У нас команды после хоккейного дня всегда собираются вместе. И мы сидим, общаемся, обмениваемся, так сказать, опытом, несмотря на коронавирус. Так что все, действительно, дружба. Здесь главный праздник спорта. И праздник, конечно, удался. Финальный матч закончился победой «Металлурга» 8-3. Спортсмены стали обладателями главного кубка соревнований. Следующий второй международный хоккейный турнир «Дружба» запланирован на осень этого года. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Винное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова